29 сентября участники проекта «Активное долголетие» побывали на занятиях по рукоделию, танцам и зумби. Творческие и спортивные направления теперь проходят не только в комплексном центре на улице Ленина, 52, но и по новому адресу – площадь Советская, дом 2. И вот сегодня в нашем городском округе мы дополнительно открываем помещение на площади Советской, дом 2, хорошее, благоустроенное, теплое помещение для занятий по активному долголетию, где будут проводиться различные кружки, танцы, обещаю, обязательно, индийские и зумбы. Мы всех ждем и надеемся, что все-таки эти помещения находятся в центре города. Это удобно. Куда-то забежал и сюда заглянул. И надеюсь, что к нам придут люди и получат удовольствие от этих занятий. Современный танец зумба пользуется популярностью у активных жителей серебряного возраста. И вместе со специалистом комплексного центра Татьяной Амельченко под современную зажигательную музыку участники выполнили заряжающие энергии движения. Укрепили мышцы и подняли себе настроение. Чтобы всегда быть в тонусе и чувствовать себя на порядок моложе, научиться танцевать никогда не поздно. И если порой не всегда все получается и не хватает мастерства, их с лихвой заменят позитив и темперамент. Основу танцевально-двигательной терапии показала руководитель Наталья Масленникова. Я занимаюсь второй год у Натальи Михайловны танцы. Мне очень нравится. Во-первых, когда я пришла, я даже не могла головы повернуть. У меня все хрустело, вся шея. Сейчас я свободно поворачиваю голову вправо и влево. То есть мне нравится, как она преподает, что преподает. Также мы занимаемся и на ковриках. То есть укрепляем ноги, колени. Вот это тоже очень нравится для тела, для души, вообще там для общего тонуса. На занятиях по рукоделию собрались талантливые и увлеченные люди. Кто-то вяжет салфетки одним, кто-то... В прошлом году мы сделали большую коллекцию носков и варежек. В этом году мы начали с шалей. Люди связали шалей для себя. Ну, в принципе, тот, кому что-то для себя доступно и интересно, мы стараемся все эти пожелания выполнить. То есть работаем по интересам человека, что ему интересно, чтобы он видел плод своего труда, чтобы ему действительно хотелось, потому что рукоделие – это своего рода искусство для души. И в каждую вещь, которую человек делает для себя, вкладывает определенную душу, будь то носки, варежки, для любимых, в подарок. В принципе, если человеку это нравится, если он делает это с удовольствием, получаются отличные вещи. Вязание спицами и крючком – не только прекрасный способ разнообразить свой досуг, создать интересные и красивые изделия, но и помочь другим. В нашем городе объявлена акция «Носки солдату». Мы предлагаем всем желающим, кто умеет, кто может и кто хочет научиться, связать носки для отправки в зону СВО. Поэтому мы пришли в активное долголетие предложить женщинам поучаствовать в этой акции, и пригласить сюда желающих. Надеемся, что нас поддержат. Участницы проекта с удовольствием присоединились к акции «Носки солдату». Вязание спицам я очень давно научилась, а вот крючком не умела. И поэтому с августа месяца начала ходить сюда на занятия. Дома у меня связаны носки мужские, совершенно новые. Вот, и я хотела бы их принести уже. Хочу сказать, что очень благодарная руководство нашему, Ларисе Михайловне, она заботится всегда, все хорошо, все. И так вот, ходим все, общаемся, учимся. Так что вот так вот. А насчет носок, конечно, мы решим, мы поможем. Жители города с радостью участвуют в большинстве мероприятий клуба «Активное долголетие» и признаются, что такие встречи не только улучшают состояние здоровья, но и дают прекрасную возможность общения. Пожилым гражданам Электрогорска предлагаются и увлекательные экскурсионные программы. Записаться можно по телефону комплексного центра 305-26. Конечно, мне хочется, чтобы все те жители, которые еще не побывали в каких-то местах. В нашей Московской области столько различных красивых мест съездили, посмотрели. И краеведческие музеи, и какие-то усадьбы. И нашли, ну, мне кажется, что найдут обязательно для себя что-то интересное.